Девушки отдыхают 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 То есть я понимал, что у них есть все, у них есть средства, есть имена, они известны, у них есть деньги, есть связи, но у них не было главного, у них не было поддержки со стороны электората, со стороны населения. И даже те люди, которые в этот день сидели в Алмате, в офисах, везде смотрели, понимаете, многие говорили, да, молодцы, наконец-то, и поддержка была через интернет, и, так сказать, люди на улице останавливались, это не та поддержка, которая в состоянии была привести к победе ДВК. Поддержка начинается с того момента, когда тысячи, сотни тысяч готовы выйти и своими телами поддержать эти идеи. Телами, я имею в виду в кавычках, то есть своим присутствием, своим протестом, потому что сто тысяч на улице, ни одна полиция не справится. Вот с этого момента начинается диалог оппозиции и власти. Я, наверное, тоже был подвержен этой эйфории, мне казалось, что все-таки, по крайней мере, в Алмате поддержка достаточно массовая, и любое задержание, любой арест вызовут серьезный протест. По крайней мере, я рассчитывал, что уж пять-то тысяч на площади соберется. Это была моя ошибка, сейчас я это понимаю, я думаю, что ошибался не только я. Я помню, тот же Аблязов считал, что если вот его там не выпустят, завтра только сотрудники его учреждения, и то там несколько тысяч человек. Увы, вот это та пассивная поддержка, когда человек сидит на диване, матерится, плюется, но дальше дивана он не способен пойти. В 2002 году вы оппозиционер со стажем, и тоже вас закрывают, и вы садитесь в тюрьму. Там, находясь в тюрьме, ваши политические взгляды, убеждения как-то изменились? Ну, если касательно меня, то у меня как раз все нормально было. То есть я из породы тех, которые напротив, чем хуже к тебе относятся, тем хуже я отвечаю. То есть меня это обозлило и укрепило. То есть я просто стал злым. Человек, прошедший это и оставший при их убеждениях, вот с ним, я думаю, что в розетку уже можно пойти. Если он выдержал казахстанскую или российскую зону, то все остальное – это мелочи. Там действительно очень сурово. Больше всех, конечно, досталось Мухтару Аблязову, не позавидуешь. Каламжану мне в меньшей степени, потому что я не был таким личным врагом, видимо, так сказать, этой власти. Но, тем не менее, кое-что перепало. Казахстан за эти 20 лет, и с момента образования ДВК, мы ощущаем как время упущенных возможностей. Что могло бы быть, если бы идеи ДВК были реализованы в стране? Вот ДВК – это люди, которые идейно стали демократами и решили, чтобы Казахстан стал демократическим. Я так их не воспринял никогда. При всем моем уважении к Аблязову, Шекияну, к нему в меньшей степени это относится, все, что я скажу. Но, тем не менее, я считаю, что эти люди действовали со своими интересами. То есть это люди, которые были во власти, которые, в принципе, не были бедными, ущербными. То есть они были вполне самостоятельными политическими и экономическими субъектами этой страны. И эти люди стали испытывать давление со стороны того же Рахата Алиева, его команды. То есть они поняли, что им не жить в этой стране, если этот человек поднимет голову. И они восстали против этого. Это было, в первую очередь, восстание не за демократию, а против нецивилизованных правил игры в государстве. Демократическая риторика, терминология о правах человека и все прочее, это оформление вот этого протеста. По-другому, то есть нельзя было это выразить. Только внешне эта форма и напугала. Демократическая составляющая этого процесса напугала Натарбаева и власть. Она сыграла роковую роль. Если бы все это движение было в рамках «Мы не претендуем на политические изменения, мы хотим просто убрать Алиева», я думаю, что они решили, собственно, свою задачу. Они убрали Алиева, но они пошли дальше. И остальные, насколько я знаю, те, которые вовремя отскочили, они обвиняют Галымжана и Мухтара в том, что те радикализировались, что они испортили процесс. Она должна была убрать Алиева и снова жить припеваючи в этой стране. Эти люди задали импульс. Более того, они стали частью этого импульса. И сегодня, хотим мы не того, не хотим, признавая, что у них были свои интересы шкурные, мы как говорим, они, тем не менее, стали во главе демократического процесса. Мухтар, да, он не бедный человек, он миллионер. Но сегодня, благодаря ему, существует вся казахстанская оппозиция. Сегодня инакомыслие в этой стране возможно в тех очагах, только благодаря его поддержке. И вот эти вот люди во Франции, в Англии, они этого не понимают. Они не понимают, что своими руками убивают остатки, очаги того сопротивления режима, который сегодня поддерживает Мухтар Аблязов. Понимаете? Потом этого придет осознание. Потом они на свои деньги опять начнут создавать организации, общество, чтобы продвигать демократию в этой стране. Но это потом, когда включится понимание. Сегодня у них не открываются глаза. Они не видят этого из своего благополучного завтрашнего дня. Но вот у вас есть осознание, что если бы эти пять тезисов ДВК, которые проговаривались по всей стране, если бы они были реализованы в стране, то каждый бы казахстанец выиграл бы от этого. И сейчас мы жили бы в другой стране. Безусловно, те принципы, которые были продекларированы, без относительно того, насколько они были реализованы, они несли положительный импульс. И они, по крайней мере, задали бы вектор правильный, демократический. То есть сегодня мы с вами говорили о том, насколько это реализовано в жизни. И критиковали, возможно, за то, что вот про кукарекали, они сделали. Но движение было бы в эту сторону. Но это бы был процесс вызревания. Вот это было бы транзитом. Сегодня у нас нет транзит. Сегодня у нас реокарнация тоталитаризма. Я бы так назвал это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова